В Беларуси в ближайшее время планируют внедрить во всех больницах метод кенгуру. Речь об уникальном способе выхаживания недоношенных детей. Во многих странах за это не берутся, а у нас есть для этого и специалисты, и особая методика. Спустя несколько месяцев после рождения у ребенка улучшаются показатели кровообращения, дыхание, повышается болевой порог. Отмечу ежегодно, в нашей стране раньше срока рождаются около 4,5 тысяч детей. Маленький Ваня родился на 26 неделе и весил чуть больше килограмма. Прошло три месяца. Сегодня родители и врачи зовут мальчика не иначе, как богатырь. Мамино счастье стало в два раза больше. Секрет – метод кенгуру. Уникальный и эффективный для недоношенных детей. Для поддержания тепловой цепочки ребенок ежедневно в течение 4-6 часов находится в беспрерывном контакте с кожей мамы. По сути, это восстановление тактильной связи, которая из-за ранних родов была прервана. Тепло, темно, комфортно в психологическом плане. И одновременно он получает достаточное питание, которое ему нужно для роста. Вот эти все моменты мы пытаемся сохранить. Да, у нас есть инкубатор, в том числе и метод кенгуру. В этой гомельской больнице метод кенгуру стали применять в конце 90-х. За это время он доказал свою эффективность. Только за последний год здесь выходили 340 детей. В 80% случаев применяли метод кенгуру. Ваня – это уже второй ребенок Оксаны. Первенец пунктуальным тоже не оказался. Родился раньше срока. Но тогда о методе молодая мама не знала. Теперь ей есть с чем сравнивать. Он чувствует сердечко. Он тогда более даже, когда капризничает, прилаживает. Можно он очень успокаивается, засыпает быстро. За всю историю отделения с помощью тактильной техники в гомеле выхаживали даже 5-месячных малышей. С массой тела не больше 500 граммов. Впрочем, это то, чем сегодня могут гордиться белорусские врачи. Наша страна уверенно находится в числе лидеров по снижению младенческой смертности. В Беларуси создана разноуровневая система оказания перинатальной помощи, которая объединяет сеть родовспомогательных и детских больниц. Не раз это отмечали и светило медицины. Сегодня за опытом и технологиями к нам едут врачи со всего мира. Я посетил один из ведущих центров в Беларуси – РНПЦ «Мать и дитя». Хочу сразу отметить хорошую логистику и хорошую организацию медицинской помощи в этом центре. Очень хорошо оборудованы отделения, которые соединены между собой. Это особенно важно для оказания помощи матерям с преждевременными родами. В РНПЦ «Мать и дитя» я увидел рациональную комбинацию опыта применения медицинского дорогостоящего оборудования и лекарственных средств. Около 4,5 тысяч ежегодно детей рождаются в Беларуси раньше срока. Это проблема, с которой сталкиваются семьи вне зависимости от благосостояния или возраста супружеской пары. 90% таких детей выхаживают. Только что дальше? Здесь на помощь приходит все тот же метод «Кенгуру». Кстати, врачи анонсируют повсеместное внедрение метода уже в течение двух лет, а также психологическая помощь. Ее и еще информационную поддержку вот уже год оказывают в общественном объединении родителей недоношенных детей рано. Консультации специалисты ведут круглосуточно. Обучаем, как надо вести, что наблюдать, на что обращать внимание. Лекции в нашей школе читают лучшие специалисты республики. То есть это неврологи, реабилитологи, гастроэнтерологи. Это те проблемы, к которым сталкивается ребенок в первый год жизни. Поэтому я считаю, что мы немножко облегчаем жизнь участковым педиатрам. Мы взяли немножко на себя обучение родителей. Фактически создав рано, в Беларуси официально появилась школа родителей. Тот случай, когда одна проблема становится еще и толчком к новым успехам, оценить которое наверняка каждый родитель сможет не только через призму. Рейтингов Анастасия Бенедисюк, Анна Ковалева, Александр Мурашкин. Агентство теленовостей.